друзья всем привет мы с белкой сегодня решили снять вам еще одно видео растение я свои занесла хотела я с ней снять видео на тему как я заношу растения но вот так получилось все спонтанно потому что два дня назад пошел практически ночью сильный дождь он был в окна залил мне все суккуленты я в панике начала их затаскивать в комнату в общем пока все затащила промокла насквозь ледяной дождь меня искупал с ног до головы пока две полки затащила замерзла не скажу как то и одну полку на кухне я собирала мозаику из суккулентов до трех часов ночи ну на следующий день там монтировала лампы на зальные полки и на следующий день уже к 11 часам вечера я закончила собирать зальные две полки но растения все не влезли поэтому как ни прискорбно мне придется с некоторыми расстаться поэтому решила сегодня снять видео какие растения я выставляю на продажу но некоторые растения уже есть просто не были поблизости некоторые растения уже есть в объявлениях просто они стояли рядышком но и решила их вытащить вот по порядку эхиверия дисметиана большая мощная крупная розетка никогда не тянется и вот у нее постоянно такой плотный ряд листьев вот в этом горшке красула момиджи красная белка ну иди пожалуйста вот красула момиджи это красула перфората так это красула пурпурная варегатная кстати прошлом году она у меня не цвела а в этом году смотрю вот некоторые розетки выбрасывают цветоносики это колонхоя фетченко красивый такой мощный листики у него прям скрипят белку бери хвост ну это черенки на срез вот эти макушки на срез так солнце ушло и о нем киви жалко мне его ужасно я его растила растила ну очень он большой очень большой не для моих полок поэтому придется с ним расстаться куст мощный здесь много побегов на нем и также еще вот лезут там маленькие в общем весь он обрастает детками то есть будет он еще мощней вот и поэтому поэтому он не для меня конечно можно его черенками продавать но хотелось бы кустом чтобы не нарушать красоту растения потому что он реально классный вот он весь такой прям обалденный так это красула диджекта то же самое зацветает в прошлом году не цвела классная красула листики у нее такие с микробархатом вот смотрите видны ворсинки каемочка красная и лист такой какой-то желтый коричневый интересная очень так вот эту красовую все время забываю какую зовут но она обалденная она у меня растет вот в этом детском садике у нас здесь как пионер вожатая уже уже совершенно на дитя не похоже но она очень тоже классная во первых она вся пушистая лист у нее очень интересные тоже каким-то с микро опушением она листья без ворсинок но какие-то знаете вот по тактильным ощущениям мягкие мягкие как бархатные даже не знаю может быть но у нее налетик небольшой присутствует вообще красовая интересная очень под лампами на будет темно-коричневая такого вишнево-коричневого цвета будет вот я ее поставила вот два дня под лампами уже смотрите начале кончики краснеть ну классная на со всех сторон потом будет обрастет вот уже обрастает будет пушистая пушистая не помню как ее зовут подписывать ничего не буду потому что огромное время занимает редактирование видео у меня есть еще одно видео которое уже как бы знаете срок прошел я его еще снимала до прихода кореи вот и там я говорю о том что скоро придет корея но корея уже пришла поэтому видео это уже но чуть-чуть не актуально но все равно я его выложу потому что там я снимала многие свои растения показывала их во всей красе поэтому ну так для общего обзора нормально будет так что еще еще вот седом пахифилу тоже в продаже черенки маленькие побольше средние всякие разные да белка уйди какой-то ужас вот это эхиверия пульвината стрикта вот это растение продаваться будет только целиком растение потому что вот честно мне жалко ему рубить головы потому что вид его ну нереально классный вид напоминает то ли ионю то ли еще что-то так она здорово выросла у нее такой мощный ствол прям кожаный такой плотный две головы эти и головы эти вот видите они зацветают цветоносы развиваются очень-очень медленно ну ну просто жалко рубить такую красоту по головам вот честно ну если никто не купит ее целиком она останется у меня рубить я ее не буду мне жалко листья такие будто все шелковые солнышко ушло но мне кажется все равно видно вот обалденная мне на ужасно нравится но она занимает как видите много места во первых здесь горшок у нее большой наверное сантиметров 12 вот и вся она такая сама большая крупная с какой стороны не глянь на нее этот раздвоенный мощный ствол ну классная кстати очень редко так вот их и вере вырастают это прям какой какой-то мини дерево с крупными шелковыми шапочками едем дальше красота вот это прям как от сердца отрываю но тоже у нее раскидистые листья очень она крупная большая эхиверия симуланс асенсио да да это та самая двойняшка ну вот решила я ее продать есть у меня одна симуланс не асенсио на лагуна санчес ну от каких-то экземпляров которые у меня в двойных в двойном экземпляре какие-то похожие придется избавляться потому что оставить всех на полках это значит просто ну обречь растения на гибель медленную потому что доступа воздуха нет листьям раскидываться некуда свет многие листья загораживают от ламп больших растений маленьким ну вот чтобы они нормально развивались они должны хотя бы чуть-чуть стоять друг от друга подальше ну либо вот таких плотно поставить но в таком размере но когда они сейчас покажу какие когда они вот такие все когда тут уже вообще нет места вы понимаете но это уже это уже не есть хорошо это кореянка эхиверия сп я так и не определила ее название но классная розетка мощная с краснеющими кончиками под лампами я точно уверена вот она еще под лампами мне не стояла но в прошлом году весной у нее листья были все розовые вот такая красота прям гигантела прям такая большая горшок здесь восемь сантиметров розетка сантиметров 10 может быть 11 классная очень хорошая очень красивая ноговоидная то есть тянутся она не будет это эхиверия верона вот этот кустик из четырех голов растет на одном стволе сначала она начала крестатиться потом разделилась но вид у нее все равно классный мне конечно очень хотелось бы посмотреть как она будет развиваться как она будет разрастаться головы эти как будут у нее формироваться на одном стволе но тоже какой то знаете уникальный вот редко так такое встречается у меня есть верона большая поэтому поэтому вот всех других верон я продаю ну тут еще две детки эхиверия лола но верона конечно классная то же самое делить рубить головы не буду кому нужна маленькая розетка вероны у меня есть отдельные детки а это вот такой уникальный кустик ну просто реально жалко губить такие экземпляры которые очень редко встречаются это детки с эдеверия пинк руби красные розетки вырастают не очень большими до 8 сантиметров все наверное знают не буду друзья вставлять фотографии с дверью пинк руби наверное все знают ну приблизительно вот такого цвета она будет только побольше размер это детки а это вот на пахифитуме зуб белки вот так это эхиверия ситорум виктор ну не знаю цвет наверное сейчас не виден что-то очень темно очень темно солнце спряталось и вообще темнота какая-то в камере это гибрид эхиверия ситоза и эхиверия пурпузорум такая прикольненькая вся она в мелкую в мелкую ворсинку щетинку вот постараюсь приблизить ну видно по моему видно кончики красные вся она такая вот тыльная сторона тоже красная но симпатичная розеточка и не тянется старая все время приблизить не получается это седум аврора варигатный будет он красней под лампами продается вот этот кустик целиком почему потому что побеги делить отделять не буду потому что вот чисто белый варигатный побег это очень большая редкость но как известно вот такие варигатки чисто белые без хлорофильные они без материнского растения жить не будут а так как он очень хорошо растет на материнском стволе то продаваться он будет вместе с мамкой то есть вот этот кустик будет целиком нет фокуса вот вот приблизила наконец-то ну вот такой прикольный кустик такой виноградик это дети ленопиталом шоколад тут вот два еще листа каких-то с кого-то упали детки с корнями они всегда темные всегда всегда вот такого цвета причем он варигатный это шавиана мадр дель зур второе название неон брейкерс это одно и то же у меня два таких растения хотела эту детку но это уже не детка горшок здесь семь сантиметров вот у нее ну практически семь сантиметров розетка хотела я ее оставить себе вторую очень она мне нравится вот эти волнистые края фиолетовые листья но нет места поэтому от двойняшек я от повторялок избавляюсь хивере сноубани эту розетку я сажала себе ну жалко конечно расставаться но с кем то все равно приходится потому что потому что потому что классная она уже стала компактную макушку наращивает налет у нее мощный ну вообще классная листик вот этот подгорел на солнышке на улице это не болезнь так что это не страшно семь сантиметров горшок розетка семь сантиметров по раскиду листьев это хивере браун розы будет темно-коричневый под лампами ну она так уже не зеленая видно классная такая розетка вот такая есть вот эта и есть чуть поменьше то же самое структура листьев такая у нее интересная ворсинки щетинки на ярком солнце и под лампами темнеет вот такая красотень не ловит фокус убегает адромискус риньянус не знаю постараюсь приблизить но это от меня не зависит листики в мелкую точечку ну знаете как на купере вот такие крапинки но листики у него мелкие пузатые и форма листьев тоже естественно не как у купере вот здесь старое материнское растение в этом горшке и молодая поросль детей растение продается целиком так это грабтопиталум супербум цвет не виден вот точно не виден он нежно-нежно розовый сейчас это пахифитум аметистину тоже розовый ну какой-то цвет сейчас вообще непонятный это кустик эхиверия кристианрайн это это из-под вида розеток которые плодят много детей вокруг и впоследствии образуют такую куртину вот листики уже кончики листьев начали краснеть у нее она у меня адаптировалась вот видите прям розовенькие макушечки можно кустом можно розетку отдельно вообще фокуса нет красула мунглоу вот цветет такой метелкой но цветонос этот скоро я обрежу розовые цветочки у нее были листики бархатистые не могу приблизить она вот чуть-чуть но убегает фокус бархатистые листики у нее вот такая вот она вся сама это мусор а нет не мусор это цветонос был в общем палку эту не могу отодрать это цветонос был вот достаточно большое растение ему три года очень крупные ну не очень крупные конечно ну для его вида нормальных размеров хороших горшок семь сантиметров ну вот высота вот этого растения наверное сантиметров десять одиннадцать может быть двенадцать грабтоверия баинси розово-фиолетовые листья крапинки это следствие пребывания на солнце многие розетки когда под палящими лучами оказываются вот такие крапинки у них появляются у меня такое было в прошлом году на мексикан жанти и вот наверное месяца трена постояла под лампами эти вот бородавки вот эти черненькие куда-то исчезли красноватые точки ну рассосались наверное я так думаю вот двухголовая грабтоверия баинси вот солнце сейчас не будет палящего следующие листья будут лезть уже обычные а вот эти вот в бородавочку в такую мне кажется прям шарм такой придает розетки интересная вообще розетка очень красивая листья будут широкие очень широкие будут листья просто она у меня была стояла на солнцепёке в маленьком горшке и практически не поливалась ну в общем можно сказать морила я ее а так листья будут широкие то есть они будут не в длину расти а в ширину такие знаете как ну не в форме сердца но что-то подобное и эхиверия кэрол вот этот вид я вообще обожаю необыкновенная смотрите смотрите будто посыпано сахаром а те листики которые только лезут из розетки будто на них изморозь обалденная розетка вообще и очень классный вид очень классный на солнце они прям вот переливаются будто она мокрая я даже не могу передать вам этот эффект словами ну вообще необыкновенная конечно розетка большая сантиметров наверное ну 7 вон нет 7 вон не будет размер сантиметров наверное ну около 9 может быть 8 там к 9 ну очень классная гриновия аурея этот лист был прислонен к стеклу и обгорел но это не страшно гриновия зимой очень хорошо обновляют розетку эти листья все равно отомрут впоследствии и она себе за зиму нарастит огромное количество листьев так что вот от этого сухого листа но не останется вообще следа красула таминтоза вот розеточки по отдельности будут продаваться такие они интересные листья круглые кончики опушены прикольная она конечно сама по себе вообще эхиверия пульвината фрости крестата вот такой гребень не могу фокус поймать сейчас я их всех полью я еще их занесла с улицы не полью поливала на улице стояли они у меня не политые и вот за два дня тоже еще нет времени их полить вот сегодня наверное всех полью ну классная тоже она классный гребень такой широкий широкий эхиверия фред айвс вернее не эхиверия а грабтоверия привыкла я эхиверия как покупала я ее эхиверия так она у меня и есть эхиверия на самом деле это грабтоверия ну когда я об этом узнала все равно трудно переучиться это все равно что ты знаешь что правильно тефтели а говоришь тефтели всю жизнь ну потому что привыкла хотя знаешь что это правильно вот так и тут это грабтоверия я называю ее эхиверией изящные листья красивый окрас у нее всегда она как хамелеон каждый день разного цвета вот окрашивается меняет окраску буквально каждый день за ней очень интересно наблюдать эхиверия это арье со временем розетка окрасится в розовый цвет и кончики будут будто окроплены ну кровью не кровью ну какими-то такими вот красными пигментами которые напоминают может быть кровь может быть там варенье вот процесс сейчас у нее начался уже идет активно она начала окрашиваться под лампами она прямо сейчас махом наберет цвет вообще розеточка конечно красивая фотки я не буду вставлять я когда-то ее показывала ну можно вбить в интернете хиверия арье и посмотреть как она окрашивается не ариэль а ари е а r мягкий знак е то же самое можно располовинить куст можно по головам можно целый кому как надо мне надо фокус фокуса нет вот детки колонхой куропатка можно кустик целиком стоял он у меня без света поэтому сейчас окраса нет вообще она конечно классная у кого есть куропатка тот со мной согласится хиверия марум ну вообще такая дерзкая красотка но к сожалению большая для моих полок но мне она ужасно нравится обалденная вот эти вот клювики внутрь загнутые всегда темненькая всегда компактная вообще обалденная цветонос у нее вот в общем розетка в самом соку сейчас обалденная видите все листики прям загнуты внутрь как игрушка нет фокуса это корейка пахиверия джульетта похож чем то на монро оранж но листики вытянутые мне так кажется что скрестили здесь по хиверию экзотика и хиверию монро оранж цветонос у нее при пересылке его естественно отрежешь потому что такую длинную коробку не найдешь без цветоноса ну обычная розетка и две детки у нее то есть детки можно отдельно можно куст целиком жаль нет цвета солнца нет она такого нежно голубого цвета оттенка пришла она от корейцев прям ядерно розовой необычайно красивый цвет был ну вот в наших условиях она будет вот такой не думайте что она прям станет малиновой мне пока это не удалось хотя пришла и реально была малиновой такой прям поросячий насыщенный цвет был вот такого вот цвета она была вся как засохший сейчас лепесток на цветоносе но все равно она красивая все равно нашла фокус это не суккулент но листья кожаные также очень долго обходится без полива это дисхидия миллион сердец вот листики у нее в форме сердца такие вот ну растение прикольное я бы конечно бы его себе оставила но место нет места нет черенковать не буду потому что вот куст вот так как есть потому что говорю губить растение не хочу пять черенков продам один останется и мне он ни к селу ни к городу вот а так вот уже разросшийся прикольный такой вьюночек вот он прям как кожаный вот как будто он искусственный а цветет он махонькими-махонькими цветочками не знаю найду сейчас нет он практически постоянно цветет вот в пазухах листьев у него образуются маленькие беленькие цветочки прям такие еле заметные но все равно мимишные это пахифитум яйценосный продаваться будет вот так целиком то есть вот здесь три побега которые были обрезаны и вот которые впоследствии уже вырастили крупных детей почему целиком потому что тоже жалко выбрасывать вот этот ствол который еще даст деток однозначно вот и на этом толстом стволе уже образуется много-много побегов будут они смотреться очень красиво и экзотично вообще люблю растение на толстых стволах обожаю нет фокуса да что ж такое то ну вроде солнце есть почему не хочет не хочет хоть ты тресень давай вот так вот так вообще ничего нет а ну вот так видно вот так какой то он зеленый ну одним словом вот так друзья остались хаворти это айс сити ой мэйс сити мунстон мунлайт вот эта ящерка прям сюда так хорошо вписалась но тут так и сидит зацветают значит им хорошо и купере виноста хрустальной составляющей мы не увидим нет света хотя все равно все равно можно узреть это все удивительные создания совершенно не похожие на растения вот хаворти и литопс и канофитумы это такие создания интересные остался вот такой один адрамискус еще адрамискус кафе бин а также куча деток только не не только в этой плошки но и вообще еще там в нескольких других деток много разных это вот топси турви она уже прям со всех сторон обросла детьми неудобно мне сейчас просто показывать ее горшок держу на весу групптоверия деби ой кто тут еще-то фабиола вот две в центре розеточки вот друг от друга носиками это какая-то кореянка то ли типи то ли эхиверия в общем сп пока но кореянка точно вот двойные розетки в центре не покажу сейчас сейчас вот эти то ли типи то ли эхиверия агавоиды с мария так это шейдекери это кубик фрост это групптоверия миссис ричардс это вот тоже какой-то по-моему кореец вырос похож на шейдекери но кончики острые заостренные это не шейдекери групптоверия титубанс вот эти милашечки седумы красноокрашенные так что тут у меня еще это вот детка от гибридного растения эхиверия полидонис мехико ну не чистая полидонис мехико а от гибрида полидонис мехико вот от этой вот пинцет касается началось друзья то время когда невозможно показать растения на полках это очень плохо видно ну вот короче вот это растение друзья вот красная в центре розетка вот такие тоже есть по-моему две или три детки эхиверия флоридити ну все друзья замерзла я окончательно на улице холодина у меня уже зуб на зуб не попадает уже руки горшки не держат от холода ну все это был обзор тех растений которые я продаю там конечно в объявлениях есть еще много но именно вот по этим растениям пока пишите в ближайшие два-три дня пишите на ватсап я их выставлять пока никуда не буду потому что у меня нет времени у меня впереди еще сельхоз работы у меня еще чеснок не сажался вот и короче куча времени а еще скоро наверное завтра или послезавтра придет италия там будет тоже несколько видов эхиверий уже не помню что агава по моему будет королева виктории в общем забыла я что там уже будет потому что мне эти цветы уже всю голову забили оа кошки дерутся все убежали вот поэтому как будет время тогда размещу то что останется то что не выкупят ну а пока вот по всем вот этим экземплярам пишите на ватсап пожалуйста если вот еще пометка если я в сети это не значит что я вас игнорирую я могу просто оставить телефон заниматься делами он у меня может остаться включена на ватсапе то есть может показывать что я в сети на самом деле меня нет вот либо я переписываюсь с кем-то еще но вас я не читаю только по той причине чтобы потом не увижу чтобы потом ваше сообщение не оказалось непрочитанным не отвеченным и так как уже там не будет зелененького значка значит вы уходите вниз и я вас просто вспомню в последнюю очередь когда просто уже будет будет время когда просто буду листать переписки и там почищать что-то и вдруг окажется что вот я прочитала и не ответила то есть пока я не не смогу ответить я ваше сообщение не могу прочитать чтобы она не уходила вниз и не спускалась еще хотела сказать пару слов о том что допустим вот были у меня такие моменты девушка пишет я заберу это растение проходит день проходит два насколько я буду ждать если его спрашивают я ждать не буду брони меня нет поэтому если вы берете вы берете сразу то есть мы с вами обговариваем ваш заказ вот и вы сразу покупаете потому что держать растение кто-то его хочет а я держать вам два-три дня его а потом вы мне скажете что о я через недельку возьму ну бывают такие случаи поэтому брони у меня нет вот вот ну и вот это основное что я хотела сказать ну все друзья всем пока пока мне сейчас предстоит долгая уборка вот этих растений всех на полке на свои пока места ну некоторые у меня вообще стоят сейчас без ламп потому что ну рядом с лампами но света на им не хватает потому что растения все не влезли на полке ну все друзья всем пока пока да по поводу посылок еще самое последнее посылки я в те регионы где сейчас холодно посылки я утепляю утеплитель надежный поэтому доходит посылки нормально это не просто туалетная бумага это утеплитель но девочки которым я присылала зимой они знают что все нормально прошлом году даже в мороз 25 градусов в москву приходила посылка и растения все дошли идеально так что мороз сейчас пока до минус десяти это не проблема ну все друзья всем пока пока спасибо за просмотр всем здоровья и добра пока